Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге «Бытие». Сегодня мы с вами читаем 31 главу. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, Иаков заводил всем, что было у Отца нашего, и из имения Отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову, «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». И послал Иаков и призвал Рахиль Илью в поле к стаду мелкого скота своего. И сказала, «Я вижу лицо Отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог Отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служу Отцу вашему. А Отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою. Но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал Он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда Он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь родил пестрых. И отнял Бог весь скот у Отца вашего и дал его мне». Мы знаем, что действительно Лаван десять раз переменял награду, что Лаван вел себя нечестно по отношению к Иакову. И это явилось наказанием Иакову за то, что Иаков в свое время обманул Исава. То есть это к нему вернулось. Но Лавану, это его расчетливость, это его желание воспользоваться тем, что Иаков находится в таком уязвимом положении, она тоже вышла боком. Лаван дважды обманул Иакова, и он пытался выехать за его счет, но Бог не попустил этому свершиться. Бог возвысил Иакова. Именно Иаков вышел победителем, именно Иаков обогатился. Почему? Потому что мы видим здесь, как человек, который пытается выиграть, пытается выехать на горбу ближнего, он проигрывает. «Однажды, в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне. Вот козлы и овны, поднявшиеся на скот и на коза овец, пестрые, с крапинами и пятнами. И ангел Божий сказал мне во сне, «Иаков!» Я сказал, «Вот я!» Он сказал, «Возведи очи твои и посмотри, все козлы и овны, поднявшиеся на скот, на коза овец, пестрые, с крапинами и пятнами, ибо я вижу все, что Лавань делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник, и где ты дал мне обед. Теперь встань, выйди из земли сей и возврати землю Родины твоей, и я буду с тобою». Бог устрояет так, что Иаков получает это богатство. Иаков его получает не потому, что он очень умный, но потому, что Бог ему это посылает. Бог не дает Лавану окончательно попереть Иакова. И вот Иаков получает богатство. Рахиль и Лия сказали ему в ответ, «Есть ли еще нам доли и наследство в доме отца нашего? Не из-за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все имение и богатство, которое Бог отнял, у отца нашего есть наше и детей наших. И так делай все, что Бог сказал тебе». «И встал Иаков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел. Скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии и все свое, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана армянина, потому что не известил его, что удаляется. «И ушел со всем, что у него было, и встав, перешел реку и направился к горе Гаваад». Мы видим, что отношения существенно испортились, и он даже не хочет попрощаться, потому что он, видимо, опасается, что Лаван попробует отнять у него все это богатство, которое он приобрел за время службы. И мы видим, что Рахиль похитил идолов, которые были у отца ее. Идолы, которые были у отца, это, видимо, наиболее, ну, что-то достаточно ценное. Идолы делались из каких-то дорогих материалов, из золота, может, из драгоценных камней. И идолам приписывались магические способности в том, чтобы хранить человека там от разных бед. Идолы, и это было характерно для идолового поклонства, древнего и современного, они в определенной степени находились под контролем пользователя. Идол считался источником богатства, источником власти, источником богополучия. Это была такая, как бы, магический реактор, такой вот предмет, который обеспечивал вам всяческое богополучие. Это то, что в человеческой психологии, увы, достаточно глубоко укоренено, и сейчас до сих пор множество людей, целая индустрия существует за счет того, что оказывает магические услуги и продает всякие обереги, которые должны принести их владельцам здоровья, и удачу, и всяческие плюшки. В то время, конечно, к идолам относились еще лучше, и идол мог представлять еще значительную материальную ценность. На третий день сказали Лавану-Арамьянину, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой сынов и родственников своих и гнался за ним семь дней, догнал его на горе Галаад. И пришел бог к Лавану-Арамьянину ночью во сне и сказал ему, берегись, не говори Иакову, ни худого, ни доброго. И догнал Лаван-Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со стродниками своими поставил на горе Галаад. Буква с ней является Лавану-Арамьянину и говорит, говори Иакову ни доброго, ни худого, то есть ничего не говори. Ни доброго, ни худого, ни добра, ни зла, это значит просто ничего, это такой дематический оборот. И сказал Лаван-Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул? Меня и увел дочерей моих, как плененных оружием. Зачем ты убежал тайно, но укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем, и с песнями, и с тимпаном, и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моя сила сделать вам зло. Но Бог Отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову, ни хорошего, ни худого. Но пусть бы ты ушел, потому что ты несерпеливо захотел быть в доме Отца твоего. Но зачем ты украл богов моих? То есть он обращается к Иакову, ставит ему выпрек, что он украл богов. Тут упоминается идолов, дальше говорится богов, и тут есть определенная такая сатира, некоторый элемент насмешки, элемент юмора, когда оказывается, что Иаков, ну, Рахиль на самом деле, но Лаван думает на Иакова, Иаков украл богов. Что же это такое за боги, чем они могут помочь, если их можно украсть? Понятно, что если боги там, ну, скот можно угнать, но вещи можно украсть, ну, как же богов-то можно украсть, если это боги на самом деле? Иаков отвечал Лавану и сказал, «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих и всего моего». И сказал Иаков, «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что есть у меня, и возьми себя». Но он ничего у него не узнал, и Аков не знал, что Рахиль, жена его, украла их. И ходил Лаван в шатер Иаковой, в шатер Лии, в шатер двух рабы, не обыскивал, не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, «Да не прогневается господин мой, что я не могу встать перед тобою, ибо у меня обыкновенная женская». И Лаван искал во всем шатре, но не нашел идолов». Иаков рассердился и ступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану, «Какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня. Ты осмотрел у меня все вещи в доме моем, что ты нашел из всех вещей твоего дома. Покажи здесь предродственники моими и перед родственниками твоими, пусть они рассудят между нами обоими. Вот двадцать лет я был у тебя, овцы твои, козы твои не выкидывали, а вновь стадо твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал. Днем ли что пропадало, ночью ли пропадало, я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служу тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменяла награду мою. Если бы со мной не был Бог Отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и ступился за меня вчера». И мы видим, что здесь Исаак вспоминает о Боге. То есть он говорит, каким образом он вообще избежал того, чтобы Лаван его выгнал ни с чем. То, что Бог за него вступился. И он признает этот факт, что за него вступился Бог. «И отвечал Лаван и сказал Иакову, «Дочери мои дочери, дети мои дети, скот мой скот, и все, что ты видишь, это мое. Могу ли я сделать что-то теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз, я и ты, и это будет свидетельство между мною и тобою». Присем Иаков сказал ему, «Вот с нами нет никого, смотри, Бог свидетель между мною и тобою». И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим, «Наберите камней». Они взяли камни и сделали холм и ели и пили там на холме. И сказал ему Лаван, «Холм сей свидетель сегодня между мною и тобою». И назвал его Лаван, «Егар Сагадуфа». А Иаков назвал его Галаадом и сказал Лаван Иакову, «Сегодня этот холм и памятник, который я поставил между мною и тобою, свидетель». Это такой обычай заключения договора, когда в знак того, что заключен договор, в знак того, что стороны примирились, стороны больше не имеют друг к другу претензий, возводили такой холм из камней, который служил напоминанием о том, что вот это произошло. Посему и наречено ему имя Галаад, также Митспа, от того, что Лаван сказал, «Да надзирает Господь надо мной и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то хотя нет человека между нами, который бы видел, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою». И сказал Лаван Иакову, «Вот холм сей, вот памятник, который я поставил между мною и тобою». Этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм, за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами, Бог Отца их. Иаков поклялся страхом Отца своего Исаака. Страх Исаака имеется в виду, это еще одна отсылка к имени Божьему, поскольку Бог это тот, кто внушает богоговейный страх. И заколол Иаков жертву на горе и позвал родственников своих есть хлеб. И они ели хлеб и пили и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром и поцеловал внуков своих и дочерей своих и богословил их. И пошел и возвратился Лаван в свое место. Мы видим, как назревавший конфликт, он богополучно разрешился, поскольку Бог пребывает на стороне Иакова. Мы с вами прочитали 31-ю главу книгу Бытия. Мы читаем писание в рамках библейского портала Экзегет.ру.